Всем привет, с вами Прия. И сегодня мы поговорим о легендарных вещах. Не о тех, которые вышли полгода назад, два года назад, четыре года назад или шесть лет назад, а те, которые ждут нас в новом дополнении Shadowlands. Они, можно сказать, немножко похожи все между собой, в них не особо много уникальности, но то, что в целом изначально дано касательно того, что мы их будем прокачивать и всё такое прочее, это в целом интересно. Очень много в текущий момент рассуждений насчет этого, то, что мы будем вновь опять все ходить в легендарках, и то, что этих легендарок будет очень-очень много, но пока что нету на альфе никакого ограничения касательно их надевания, но я думаю, в ближайшее время, когда уже там стартанет Shadowlands в свою стадию беты, это ограничение появится. Думаю, будет такое же ограничение, как и на легионовских легендарочках, ну, две штучки, зачем ещё больше легендарок иметь. По факту, профессии, те, которые имеются сейчас абсолютно все, могут крафтить легендарные предметы, за исключением, по-моему, начертания и инженерного дела. Вот, все другие профессии могут крафтить различные, так сказать, шаблоны для этих легендарных предметов. И суть в чём? Крафтится вещица, далее мы добываем для неё какие-то особые интересные реагенты, и только потом мы начинаем пользоваться этой вещицей. Вот, например, легендарные ступни. Да, у них старый вид, и даже неизменённый, можно сказать, по сравнению с БФА, но в будущем они преобразятся, само собой, и item level у них вырастет, и всё в целом будет идеально. Как заявляет Иоан Хазикостас в своём недавнем интервью, игроки различных профессий смогут создавать броню высокого качества, которая с помощью материалов из Таргаста будет улучшаться до легендарных предметов, и игроки сами смогут выбирать, какой эффект нужно добавить на эту экипировку. Данные эффекты открываются с помощью различных рецептов, подобно сущностям из обновления 8.2, которые будут общими на учётную запись. Вот этот, я думаю, бонус, это вот предложение, скажем так, это пометка касательно общего доступа на аккаунт, она порадует некоторых, уж точно. Также некоторые из этих эффектов будут иметь такие же бонусы, как легендарные предметы из Легион, и некоторые комплекты экипировки из прошлых дополнений. Раньше в игре были тировые бонусы. Эти тировые бонусы давали определённые бонусы для вашего персонажа, по типу уменьшения, кдшечки, там, крови вампира, допустим, у Бладдека. Для кого-то это просто увеличение демиджа от какой-то основной кнопки в ротации, для кого-то это сокращение бруста. То есть, как будут реализованы эти легендарочки, и что в итоге мы увидим с них, такие бонусы, будет в целом весьма интересно. Так что ждём. Как говорится, остаётся реально только ждать, и если что-то будет новое касательно этих легендарочек, я дам знать. Отпишу что-то насчёт этого в ВК-группе, само собой на стриме можете вопросики всякие различные задавать. И также не забывайте о ссылках в описании. Берегите ноги, мойте руки, всех вам благ, счастья, здоровья, до скорого!